здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня мы вяжем вот такую вот шапку из пухонорки тем узором который очень вам понравился вот недавно я снимала видео и немножечко он изменен то есть сейчас мы вяжем двухсторонним его чтобы шапка была двухсторонняя то есть она одинакова с обеих сторон все девчонки начинаем то есть носить вы можете ее на обе стороны с вами свяжем шапку из одного мотка пряжи вот этой пухонорки которая у нас алиэкспресс никак я не закончу взять эти нитки которые пять мотков заказала вот все они есть и есть и есть в общем один моток пряжи вот она идет с дополнительной нитью вот такой вот заменить вы можете на любую типа ализе ангора тратата все все ее подвиды которые у нас 500 в районе 500 метров 100 граммах спицы три с половиной миллиметра круговые вязать будем в круговую двухсторонним узором я вижу что вам понравился этот узор и мы его немножко модифицируем сделаем двухсторонним вот и шапка шапка у нас тоже будет двухсторонняя игла и один марк набираем 120 петель самым простым обычным способом классическим 120 петель и девчонки это трудно на тот случай если вы будете менять если вам будет мало допустим или много 120 петель просто следите за тем чтобы было кратно 6 итак первый ряд 3 лицевые 3 изнаночные включая кромочную я провязал 3 лицевые 3 изнаночные и снова 3 лицевые 3 изнаночные и так до конца ряда чередуем 3 лицевые 3 изнаночные заканчиваем вырезание изнаночными петлями включая кромочную 3 изнаночные теперь нам нужно соединить круговое вязание смотрим чтобы у нас нигде ничего не было перекручено я здесь сделаю всегда таким вот образом эту нить и привязываю к нити набора то есть ту нить которая осталась у нас от набора я привязываю к рабочей нити тогда она у нас уже будет как бы зафиксировано и нам останется только выровнять вот чтобы не было перекручено вот теперь выстроить ровняем вот уже перекручено видите вот это очень важно так отлично так все видим на теперь скажем еще один ряд по узору тоже 3 лицевые раз ну как лежат петли 2 3 изнаночные и так до конца по кругу в общем сюда еще один круг еще один и так второй ряд я довязываю до конца здесь немножко конечно стянуто ничего это начало вязания там дальше оно все устаканится так и так здесь вот видите где у нас стык не пугайтесь потом мы его просто обработаем все у нас будет будет красиво значит здесь я цепляю маркер теперь мы начинаем с третьего ряда вывязывать узор берем третью петлю кто видел узор уже знает и переодеваем ее через первую и вторую провязываем одну лицевую накид одну лицевую сейчас еще раз покажу три изнаночные то есть изнаночные мы просто провязываем лицевые мы делаем вот такой вот провязываем сам узор где будет будет виднее потому что это начало тут пока стянуто значит третью петлю девчонки для тех кому непонятно есть видео я оставлю ссылочку под видео в описании там на темных нитках показано там виднее значит смотрите 1 2 3 третью петлю цепляем и переснял снимаем ее со спицы как бы продев через нее вот эти две первую и второй и провязываем 1 лицевая накид лицевая и так до конца ряда 3 изнаночные и далее 3 лицевые узор 3 ряд я провязала теперь четвертый ряд вот по маркеру мы определяем просто начало и конец ряда так 3 изнаночные 4 ряд мы просто вяжем по узору 3 лицевые накид провязываем лицевой 3 изнаночные 3 лицевые более подробно узор девчонки посмотрите он там просто чтобы понять я понимаю что здесь светлые нитки и как бы не очень хорошо видно а там очень хорошо видно поэтому кому непонятно пересмотрите оно 3 минутное видео в общем 4 ряд вяжем по узору так четвертый ряд провязан теперь в пятом ряду мы снова делаем узор но только на изнаночных полосках значит лицевые мы провязываем лицевыми два три а изнаночные с изнаночными делаем то же самое что мы делали с лицевыми берем смотрите раз два третью петлю и переснимаем ее далее теперь изнаночными вяжем 1 изнаночная накид 1 изнаночная далее 3 лицевые 2 3 снова переснимаем берем 1 2 3 3 петлю переснимаем ее провязываем здесь мы провязываем изнаночными изнаночными накид изнаночными и так далее лицевые провязываем и так далее лицевые провязываем изнаночные делаем узор и так до конца ряда так и 6 ряд девчонки мы просто провязываем 3 лицевые 1 1, 2, 3, 3 изнаночные, накид тоже провязываем изнаночной, 3, так до конца ряда, далее повторяем с 3-го ряда, с 3-го по 6-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, все, вот здесь у нас узор получается, и здесь, далее будет виднее, так, вот девчонки, вот такую вот колбасу я связала, из одного мотка, плюс я еще добавила, вот смотрите, немножечко совсем, что не обязательно, если у вас один моток, то вяжете из одного мотка, длина 50 сантиметров, всего вот этой вот колбасы, и сейчас мы быстренько это все дело закончим, закрывать макушку мы будем очень быстро, девчонки, для того, чтобы, буквально в два ряда, для того, чтобы у нас все было одинаково с обеих сторон, для этого я вот, как у меня есть, и вот вязание по 3 петли, я по 3 вместе буду провязывать, 3 вместе, лицевой, 3 вместе, изнаночной, вот так вот по кругу один ряд я пройдусь, в три раза сокращу все петли, благодаря этому провязыванию по 3 вместе, не так прошла себя по кругу, вот видите, совсем мало у меня петель осталось, теперь я еще один круг пройдусь, чтобы совсем уменьшить количество, вот так вот, по 2 вместе лицевой, извините за посторонние звуки, девчонки, еще провязываю по 2 вместе лицевой, теперь я эти все петли переодеваю, вот рабочую нить я обрезала, теперь и проделаю иглу, и теперь я переснимаю все петли, и так проделаю все петли, смотрите, теперь вот она нить, я делаю вот так вот узелок, и затягиваю все вот эти вот петелечки, и теперь мне нужно еще парочку таких вот узелков сделать, чтобы зафиксировать эту лакушку, теперь я просто эту нить, вот таким вот образом, проделаю сюда, все, теперь я ее обрезаю, вот такая вот макушка у нас получается, стянута она, ну, благодаря этому узору, она достаточно красиво ложится, то есть она не топорыщится, ну и благодаря пряже, и с изнанки смотрим, то же самое, немножечко она отличается, но то же самое, никаких узлов, ничего здесь нет, то есть с обеих сторон шапка одинакова, то есть и отворот мы можем завернуть как хотим, так вот я продела эту нить набора, здесь я подхватываю одну петлю, делаю узелок, и то же самое, сейчас мне надо вот эту вот ниточку как-то поддеть, вот, чтобы она не топорыщилась, то же самое, я вывожу эту нить туда в вязание, чтобы можно было ее обрезать, все, вот и все, девчонки, вы же, я хотела так, с двойным отворотом, вы же можете делать на ваше усмотрение, как хотите, я имею ввиду длину вот этого вот, то есть завернуть вы можете как угодно, то есть на высоту отворота, какая вам удобна, и это все вы можете мерить на протяжении вязания, то есть вот эту часть вы легко сможете корректировать, все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика из школы рукоделия, вот такая вот простая двухсторонняя красивая шапка у нас сегодня получилась, всем пока-пока! Продолжение следует...